Предлагаем познакомиться с историей и географией мизинской росписи. Есть на севере далеком Расшудесная земля, Лишу коней зовется, Прозывается она. Наши щельи из красного мергеля, Так красивы, картины пиши, И родилась здесь роспись мизинская, Раскрывая творенье души. Предлагаю отправиться в столицу мизинской росписи, деревню Палоще Лишу конского района Архангельской области. Автомобильное сообщение с Лишу конскими мизинскими районами Архангельской области открыто в 2008 году. Прежде действовал только зимник и авиасообщение. Дамя далекая, синяокая, Краснобокие берега. Звонко цокает, быстро окая, Восемь месяцев здесь снега. Звонко цокает, быстро окая, Восемь месяцев здесь снега. Дорога проходит по правому берегу Северной Длины, через районы Приморский, Холмогорский, Пинежский, Мизинский, Лишу конский. Деревня Палощеля находится в среднем течении реки Мизини. Стоит на правом берегу реки. Первое письменное упоминание о самой деревне Палощеля относится к середине XVI века. Но почему-то, а в то время, русское население здесь не закрепилось. Возможно, причиной был пожар. Отсюда и версия названия деревни Палощеля. Щелье, где был пал пожар. А на рубеже XVI-XVII веков сюда пришел Игнатов, сыновьями Ижвашского, уезда Архангельской губернии, которые, как новые жители деревни Новики, получили фамилию Новиковы. Это были основатели одной из династий мастеров Палощельской росписи. Палощеля было известным и единственным центром росписи на Мизини. Росписи украшали деревянные предметы быта – прялки, короба, лукошки, ложки, веретена. По всей губернии и дальше по самым разным ярмаркам расходились изделия Палощельских мастеров. Мастера использовали только два цвета – черный и красно-коричневый. Краски изготовляли из природных материалов особым способом. Красную, точнее коричневого цвета краску, вохру, как говорили мастера, брали на берегу у красной щельи, чтобы она не линяла, растворяли ее на лиственной смоле, по местному сире. Черную краску тоже приготовляли сами, смешивали сажу с сирой. Часто древесину пропитывали льняным маслом, чтобы дольше сохранить рисунок. Изделия покрывали олифой, на основе семян конопли с еловыми маслами. Это придавало фону очень красивый, благородный, золотистый цвет. Эту роспись называют Палощельской, по названию деревни Палощели. Уже позже ей дали название Мизенской, по реке, на которой стоит деревня. Как возник промысел? Этого никто не знает. Мизенская роспись до сих пор загадка даже для специалистов. Во-первых, этим занимались только в Палощеле. Ни в одной другой деревне на Мизене этот промысел не культивировался. Во-вторых, занимались росписью только мужчины. В-третьих, орнамент, рисунок этой росписи, по мнению специалистов, имеет самые древние корни из известных в России росписей. Корни, которых уходят в наскальные рисунки первобытно-общинного строя. Роспись наносилась на дерево специальной деревянной палочкой, тиской, кисточкой из человеческого волоса, перун глухаря или сетерева. Первое письменное упоминание об изготовлении расписных деревянных изделий в Палощеле встречается в архивных исследованиях Шелега и относится к 1785 году. В то время там жили три мастера, делавших деревянную посуду. Расписывали ее привозными красками, тогда еще не освоили Охру, Сажу и Алифу. Самая ранняя прялка датирована 1801 годом. Ее сфотографировал искусствовед Фокин в одной из экспедиций. Если мастер не ошибся, подписывая прялки, то можно утверждать, что традиции мизинской росписи оформились в конце 18-го, начало 19-го века. Одна из самых ранних палащельских прялок в музейных собраниях датирована 1815 годом. В документах Палощель упоминается как центр росписи по дереву только в 1904 году. Между тем, как с 19-го века роспись деревянных предметов здесь была профессиональным промыслом. В 1920-е в деревне уже работало 48 мастеров. Второжилы рассказывали, что доходами с росписи кормилось все население. Популярность мизинских прялок была огромной. Палощельские прялки расходились почти по всему русскому северу. На Пинегу, Северную Двину, Печуру, вплоть до Онежского полуострова. Они распространялись даже там, где процветали свои местные традиции росписи. И это при том, что северяне с недоверием относились ко всему, что выходило за пределы их земель. Значит, было в этих прялках что-то особенное, так полюбившееся, что приходилось покупать чужой товар. Прялочку украшали полностью, сверху донизу. Предварительных прорисовок не делали. Накладывая красную краску, держали в уме всю роспись. Доска прялки имела свои четкие пропорции. Ширина лопастки трижды укладывалась в ее длину. Поэтому, наверное, по праву в 2014 году в деревне был установлен памятный знак в виде прялки, посвященной Палащельской росписи. Расписывала прялку мастер из дома ремесел из села Лешуконская Симорева Галина Васильевна. Мастерством росписи в Палащеле славились пять фамилий. Новиковы, Федотовы, Аксеновы, Шишовы и Кузьмины. У каждого художника была своя манера росписи, которая зависит от характера и мироощущения художника. Иногда этим промыслом занимались целые семьи. Сквозь века нельзя Все прекрасное Мастеров былых Помнят тут Таниконогие Кони красные Так по дереву И бегут Таниконогие Кони красные Так по дереву И бегут Новиковы рисовали Крупный рисунок Красивым рисунком Отличался Прокопий Семенович Старейшина Фамилии Новиковых Федотовы рисовали С выдумкой Нет однообразных клеток Есть разные узоры Басилий Клементьевич Один из Федотовых Удостоился Среди односельчан Большой И заслуженной Славы Шишовых Отличала Щедрость Изображения У Аксеновых Получался Аккуратный Мелкий рисунок У Кузьминых Роспись Оживлялась Кружевом Кружочков И черточек Большей частью Палащельские мастера Работали от души И от сердца Они изображали Свой мир Вот солнышко встало По небу побежало Вот тихий дождик Землю напитало Вот маленькое зернышко Попало в плодородную землю А вот спрахнула птица И полетела над охотником С его верной собакой В роспись Вкладывали особый смысл Одинаковые По начертанию Элементы Могли нести Разную смысловую нагрузку В зависимости От своего местоположения И окружения Многозначные Толкования Символов Были понятны тем Кто был знаком С ними Но самое главное Было то Что мастера писали С добрыми пожеланиями Так, например Изображение коня В традиции народов Издревле Населявших Эту местность Символизирует Восход солнца А изображение утки Это порядок вещей Она уносит солнце Подводный мир До рассвета И хранит его там Несмотря на такую простоту элементов Не было и двух Полностью одинаковых работ В настоящих Мизинских рисунках По главе всего Была Индивидуальность Схожести Не должно было быть У каждого Были свои узоры И авторский почерк Повторяю, чужое Считалось Зазорным Изделия Изделия полощельских Мастеров Участвовали Во второй Кустарной Выставке В Санкт-Петербурге В 1913 году Ездили на выставку В Берлине В 20-е годы 20 века Промысел Развивался В том числе В связи С нехваткой Промышленных Товаров На некоторых Прялках Того времени Цена указана В футах хлеба А не деньгах Второй причиной Развития промысла Была государственная Поддержка Кустарных промыслов В это время Но к концу 20-х Промысел Угасает В связи С появлением Устойчивого Взаработка И распространения Фабричных Изделий Кустарная Продукция Стала просто Не нужна Ее заменила Массовая Промышленная А прялками Пользовались Только пожилые Женщины Производство Пряла Полностью Прекратилось После Великой Отечественной Войны Один из последних Образцов Среди музейных Экспонатов Прялка 1942 года Мастера Аксенова Якова Степановича В середине 60-х Мезенская Роспись Начала Возрождаться Потомками Старых Палащельских Мастеров Федором Михайловичем Федотом Из деревни Палащили И Иваном Фатьяновым Из деревни Селища В 1993 Году В Лишуконском Районе Побывала Ольга Николаевна Шлипеева Мастер Росписи По дереву Она ездила По Лишуконским Деревням Собирала Материал О прялках В Лишуконске Провела Мастер-класс По мезинской Росписи И в этом же году В Лишуконске Открыли Дом ремесел Вера Николаевна В 2013 В 2013 В штаб-квартире Организации Объединенных Наций В Нью-Йорке Появилась Русская комната Так теперь Неофициально Называется Зал Консультаций Совета Безопасности ООН За основу Худорственного Оформления Зала Был взят Традиционный Для Русского Севера Мезинский Орнамент Он появился На занавесе И деревянных Панелях Украшающих Зал Автором Проекта Выступил Заслуженный Художник России Архитектор Александр Кононов Какой-то Великолепный Ответ Тем Кто свысока Относится К народному Искусству И не способен Слизать Тогда-то Созданные Народом Узоры С сегодняшним Днем Исчезли Прялки Как предмет Ушедший Из быта Но Не ушло Искусство Вольно Раскинув Алые Прятки Скачут Вовсю Расписные Лошадки Скачут По доскам Разделочным Кружкам Скачут По ложкам Тарелкам Игрушкам По туесочкам Шкатулочкам Блюдам В общем Они Галопируют Всюду Издревле Роспись Мезенская Известно Алые краски С черными Тесно Дружат На этих Рисунках Веселых Что в города Разлетелись Как пчелы Лишь угонья Так далекая Краснобокие Берега От твоих Красок Сердце Ёлкое Боже, как Ты мне Дорога Редактор субтитров Редактор субтитров